Привет, красотки! Добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня у нас распаковочка, распаковочка сайта Shein. Вы готовы? Тогда начнем! По промокоду Костину15 вы получите скидку целых 15% на любые ваши покупки. Скорее переходите по ссылочке в описании, и пусть ваши покупки будут просто супер! Ну что ж, девчонки, посмотрите! Во-первых, мы сегодня с моей замечательной подругой Ульяной. Еще раз, привет! Да, вам понравился наш прошлый видеоролик, и поэтому мы очень постарались. И теперь у нас новая распаковочка от сайта Shein. Ну что ж, Ульян, мы заказывали с ней вместе. Да. И поэтому... Советовались. Да, мы советовались, все выбирали очень долго, очень муторно и так далее. Но вот что у нас получилось. С чего мы начнем, Ульян? Что это у нас вообще? Это у нас целый комплектик. Комплектик. Блузочка и юбочка должны быть. У меня уже открылось все. Ну, открываем тогда? Да. Раз уж у меня уже открыто все. Открываем. Значит, я брала размер на всякий случай 4XL, а у тебя, Ульян, 1XL. Кстати, девчонки, сейчас наши параметры появятся вот здесь внизу, чтобы вы ориентировались и понимали, на какие размеры, какие размеры мы заказывали. Итак, начнем. Ой, тут какая-то... Уже лента вылазит. Тут какая-то кушачок-ленточка. О, боже, я все разом. Вот. Что-то... Вот я уже сомневаюсь... Хотя... Нет, в груди влезла, но коротенькая, мне кажется. У меня, кстати, подлиннее немножко. Рукавчики... А посмотрите, это же Бэмби, ну... Или это взрослая Линь? Это вроде взрослая Линь с детским лицом. Не, ну сейчас, типа, все китайцы, все корейцы, они же любят такую ми-ми-ми. А это еще диснеевский персонаж. Ну, пахнет, конечно, уксусиком немножко. Ну, в принципе, господи, тут даже вообще... Слушайте, по рукам я точно войду, Лен, смотри. Нет, я тоже... Рукава вообще мощные. Я вообще по рукам без проблем. Я к тому, что, ну, по длине, хотя она, я так понимаю, должна заправляться в юбочку. Да, у нас же есть комплекция. Поэтому, в принципе, длинная она не должна быть. Тут единственное, я уже чувствую, что тут плечики. Ну-ка, сейчас мы проверим. Нет тут плечиков, тут вот такая фигня внутри. Ничего себе. Это, видимо, чтобы объем держать, что ли? Она не будет мешать или как-то... Вот, видите, она, чтобы держать объем. Больше. Да. Вот. То есть, как бы, рукавчик держит объем. Я такое не видела. Ну, я не швея, может быть, кто шьет, как бы знает такие приемы. Я ничего не могу сказать пока что. Ну, это галимая синтетика моя хорошая. Тут как бы... Ну, да, понятно, что синтетика, но на самом деле на вид оно не дешманское. То есть, в принципе, ну, такая, ну, как на вискозу похожа. Чуть более шелковистая, чем вискоза, но похожа как бы на вискозу. Тут, кстати, вот такой бантик у тебя есть. А вот это, а у меня где он? А он тут. А, вот. Бантик есть, но он прям вот тут вот под шею завязывается. Не знаю, как... Для плюсиков все-таки хочется немного открытости шеи. Но мы и так, и так вам покажем. Открытости всего. Открытости всего. Нет, на самом деле у меня была когда-то такая рубашка. Я по какой-то скидке купила шикарную рубашку. И потом все спрашивали, где ты купила. И у нее тоже была вот такая ленточка, только черная. Ну, там в цвет рубашки она была такая розовая, черными цветами. И я ее просто отрезала, и все. И прекрасной рубашкой ношу до сих пор. Так что, если что, можно, мне кажется, отрезать. Ну да, если захочется, можно отрезать. Ну вот, они, кстати, пришиты, так можно их отпороть. Вот они не сказать, чтобы они вшиты прям внутрь. Ну, это что касаемо блузки у нас. Да, вот еще раз, поглядите, какие они симпатичные. Теперь мы возьмем юбки. Опа, ну это просто шик. Юбки просто обалденные. Можно так одевать, да, идти в баню, знаете, в сауну, там, париться в этом. Но тут, в принципе, можно запариться. Это как бы, да, особенно когда 34 годуса было в Питере. 34 в Питере, люди, это, я вам хочу сказать, пипец. Это пипец, у нас никогда такой особой погоды не было. У нас очень влажность большая, поэтому 34, это вообще все 50, наверное. Ну, слушай, я уже тут стопудово влезу. Слушай, ну здесь кто не влезет, ребят? Тут резиночка тянется. Все, Ульяна уже вовсе полюбила эту юбочку. Слушайте, ну я видела в похожих юбках людей просто вот. Мне кажется, так как она широкая, все как бы обдувает, продувает. Ну, наверное, можно спокойно в 25 градусов с любой блузкой, не обязательно с этой рубашкой, просто даже с какой-то прикольной футболкой, майкой. Ну, и в принципе можно заправлять, резинка широкая, но она такая, конечно. А можно пояс поверх какой-нибудь широкий на пяне. Ну, чтобы вы понимали, здесь немножечко идут торчащие у нас ниточки. Ну, это, знаете, это такое производство. Ну, как бы это шунь. Вот я считаю, что в шине вообще смотреть на нитки, на как бы какие-то нюансики, там что-то где-то криво, я считаю, ну смысл вообще, ребят? Вы же заказывайте на шине, что вы хотели? Ну, тем более, когда это синтетический комплект. Он, кстати, стоил в районе 1600 или что-то такое, полностью весь комплект. Но вот по такой цене... Я еще думаю, что там скоро еще и скидоны будут. А к тому же, Дашин промокод... Еще мой промокод будет еще. И можно даже экспериментнуть. Да, что-то взять. Ну, посмотрим, как это на нас, конечно. Ну, ладно. Ладно. У нас еще есть много-много вариантов. Ну, немного, как говорится. Есть варианты. Ну, и несколько. Их несколько вариантов. Сейчас мы вам все покажем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Почему так близко-то? Ну, что ж, девчонки, это, конечно, все выглядит, как белоснежка и семь гномов. Я даже не знаю, что сказать. Мы, конечно, поржали, мы покрутились, мы потанцевали с Дашей. Фламенко практически и все прочее. Нет, ну, на самом деле комплектик, если брать для фотосессии, для каких-нибудь таких экстравагантных образов, особенно юбка, да, просто интересно смотрится. Или взять на комплект намекнуть мужу, да, или взяли на комплект намекнуть мужу, кто он, типа так, мягкий намек. Ну, девочки, выглядит все не так плохо, на самом деле. Просвечивает хорошо, а выглядит неплохо. В этом комплекте безумно жарко. У нас сейчас погода такая достаточно теплая, и мы тут уже седьмой пот с нас сошел. Но все же, сама моделька интересная, симпатичная, очень интересные рукава. Вот прям такие пушненькие, прям класс. Вот эти штуки, которые здесь сделаны, реально, вот они торчком. Торчком и реально красиво смотрятся. Держат форму, да. В груди мне немножко расходятся вот здесь, ну, как бы, понятно, да, вот чашечка H, если что, расходится чуть-чуть. У меня, кстати, по всему-всему все нормально село, то есть мой размер 4XL сел на меня идеально. То есть еще даже вот место осталось, если кто побольше меня в плане здесь, здесь есть резинка, ее можно немножко оттянуть, и пожалуйста. Кстати, к вопросу о резинке. Резиночка, как я и ожидала, ну, прям так удешевляет, смотрится простовато. Вот поверь, если мы сейчас здесь, у нас был бы пояс там белый, да, ну, неважно, желтый, белый, или, может быть, там, цвета вот этого оленя, я не знаю, наверное, это бы смотрелось получше, ну, мне так кажется. Хотя резинка, конечно, комфортненько так, и можно это пироженок наесть, а так, и она растянется. Но с поясочком было бы, наверное, поинтереснее, да. И не так вот, ну, как-то вот, реально вот это вот просто выйти в лесок на фотосессию на природе, там, юбкой помахать, понимаете ли, около березы. Да, ну, вот я не уверена, что буду ли я носить и блузку, и юбку в реальной жизни, честно. Но в повседневной жизни, может быть, что только блузку с каким-нибудь там интересной юбкой. И вот вы видите вот эту фигню. Более это, но это можно отпороть, мы же об этом говорили. В комментариях, кто как относится к этим фигням вообще на блузках, то есть кто считает, что это реально красиво. Может быть, такие люди существуют. Ну, кому-то, может быть, нравится, да. Ну, и напишите обязательно в комментариях, на ком вам больше понравилось, то есть на каком размере этот образ очень сказочно, очень интересный. Смело пишите, что не на ком. Можете писать не на ком, да. Ну, на ком все-таки выглядит интереснее, нам хочется узнать ваше мнение. И олени крупные, мне кажется. Ну, они достаточно крупные, и они немножко увеличивают верх. То есть тут, если мне просто, у меня и так обширно все везде, то есть я еще больше становлюсь за счет этих оленей. Ну, с другой стороны, троллить вот таких вот, понимаете, негативщиков. Такой одежды можно очень хорошо, понимаете. Поднять себе настроение, как бы, и немножко над ними поиздеваться. Типа, да, я иду в оленях, да, и шо? Да, у меня такая юбка. Я иду в оленях, потому что вы олень. Во! Я же говорила, ну, уже вообще... А, подарить подруге такую, знаете, не очень хорошую, вузочку. Какие ты советы даешь, Улья, да? У нас нет таких подруг. У нас все хорошие, к сожалению, так вот даже не подгадить никому. Вообще мы сами себе оленей купили сейчас, ты в курсе? Да, я говорю, вообще, если так, знаете, женщина открывает, там такая, там блузка с оленями, она такая. Ну, девушки, комплект хороший, симпатичный, но для чего-то такого вау. То есть это либо фотосессия, либо какой-то выход. Блузку можно использовать в повседневной жизни, но с другой, наверное, юбкой или что-то придумать еще. Знаете, юбку тоже, наверное, можно использовать, просто с какой-то футболкой, майкой. Ну, в принципе, сейчас такие все еще носят, как бы. Ну, и желтый цвет, в принципе, здесь приятный такой желтенький цвет. Честно, вот если низу сказать так, не могу сказать, что жарко прям в этой юбке. Ну, она, то есть такая воздушненькая. Многие просто могут сказать, что, типа, такие вещи идут больше стройным, худеньким, потому что они все увеличивают. Ну, я совершенно отрицательно к этому отношусь. Я считаю, что любой человек может носить все, что он хочет. Допустим, у меня бедра не очень широкие. Мне, может, если увеличило, я даже и рада, например, что у меня попа побольше стала. Почему бы и нет? Так что, мне кажется, все нормально. Ну, вот, девчонки, мы это померили. Да. Ну, конечно же, вас ждет дальше еще распаковочек. Веселуха продолжается! Вот, девчонки, следующее уже наше изделие. Это вот такое вот платье мы заказали. Его, конечно, не видно. Ну, там такие рисунки прикольные. В общем, нас потянуло на детский сад, да, вы скажете? Да. Олени, клубнички. Скажешь, о, бабы, сколько олени. Это же мило. Это очень мило. Это очень мило. Но почему нет? Слушайте, когда экспериментировать, если не сейчас? Когда, если не сейчас? Да всегда можно, я считаю. Размер у меня 4XL, у Ульяны. У меня 2XL. Мы взяли специально по свободнее, потому что там были какие-то непонятные размеры. Да, по сантиметрам было как-то в груди некомфортненько там 1XL мне. Я подумала, если вот в это платьишко вы увидите потом фасон обтянуться, то это, как бы, мягко говоря, будет не очень красиво. Ну что ж, открываем. Открываем. Ну, знаете, оно прикольной расцветки. Слушайте, простыня вот такая, просыпаешься утром, и там тебе радуги, сердечки. Хэппи. Да, но оно пипец какое длинное. Я не знаю, как натворишь, но на мой 173 это будет фейл просто. Посмотрите. Оно вообще на ощупь как плотная футболка такая. Ну, то есть, как вот такая футболка, где есть синтетика, так скажем. То есть, представьте, хэппи футболка плотная, в которой там, ну, 50-50 хлопок синтетика. Хотя оно целиком синтетика. Оно симпатичное, но вот немножко, как бы, что-то тут происходит непонятное в плане роста. У меня, как бы, оно все очень в пол уходит, когда я сейчас держу. Ну, вообще, как бы, оно, ну, на картинке, на сайте, на модели тоже было длинное. И учитывая, что модельки-то там все маленькие, ну, для меня, я метр 80, я смотрю модели 172, то есть, ну, модели вот такие, не выше 172. Я всегда думаю, ну, если у нее в пол, то у меня, как всегда, там, до середины, там, икры, ну, что-нибудь такое. Поэтому, как бы, я не заморачиваюсь длиной. Даше, понятно, ей, наверное, да, стоит заморочиться. Я уже заморачивалась немножко, я уже напряглась, думаю, а-та-та. Хотя, смотря, как это все будет выглядеть, сама по себе симпатично. Конечно, я люблю больше V-образный вырез. Здесь он делается под обычную футболку стандартную. Да, просто футболка. Ну, то есть, да, такой стиль удлиненной футболки. Знаете, потеть вы, наверное, особо-то не будете, потому что оно свободное. Рукава, вот, рукава очень широкие. То есть, вот. Внизу, кстати, вот такое вот, типа, это как-то рюши такие. Да-да-да, я уже показала. Это сейчас, в принципе, это тоже все модненько. Да. То есть, это, в принципе, все приветствуется. Девчонок на улице таких вот прям круто-модных. Вижу в таких размахайках на 10 размеров больше. Знаете, летят такие на парашюте. Вот, ну. Почему нет? Почему не парашюте? То есть, нет, я не говорю, что они плохие. Ну, просто на маленьких худеньких девочках, еще роста так метр шестьдесят пять, вот такие парашюты, и она летит такая. Там такие кроссовки еще торчат. Ну, как бы, это немножко не то, что... Ну, это очень милость. Ты хочешь быть такой миленькой, мимишной, смешной девочкой с парашютом, то да. Вот. Ну, то есть, как бы, каждому свое дело. В Корее любят оверсайз одежду такую, что ты прям тонешь, в ней идешь. Да, ну, вот у нас уже такие тенденции, то есть, не просто оверсайз, а прям грандиозный оверсайз. И такая маленькая, две ножки торчат, такие пик-пик-пик-пик-пик. И такая голова, такая тоненькая шея, такая, о-о-о, полетела, полетела. Понятно. Похоже, нам пора... Это заагусть. Нам пора примерять это все дело. Но оно тянется, как, кстати, хорошо, на всякий случай. У меня громадный размер, но посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Девочки, мы это померили. Эту. Эту. Понимаешь, у Ульяны, у нее все свободненько. То есть, у нее ничего не выпирает нигде. Вообще ничего. Нет, ну, на груди только все держится. Могло бы где-то выпирать. Ну, на груди держится, да. Держится, не падает. Но суть в том, что у Ульяны больше... Ну, более приятный силуэт. Силуэт у тебя приятный. У меня просто... И так же у нее по длине. Ну, мне так кажется. А у меня просто трешняк. У меня, во-первых, длина очень длинная для меня. Ну, мне так кажется. И плюсом... Еще мне, в принципе, почти тык-втык вот это все дело идет. Но ткань приятная. Рубашечка такая вот комфортная. То есть, в принципе, симпатично. Я хотела добавить, что если бы, Даша, ну, нас в следующий размер взять, допустим, и с какими-то белыми кроссовками или босоножками на толстой подошве такими, ну, как сейчас модно на вот этой, на платформе, на большой, то мне кажется, не так уж это все и плохо. Просто мы не привыкли. Сейчас действительно это модно на всякие вот эти размахайки такие летние. Но мы просто немножко не привыкли. А так почему нет, не знаю. Вот я, честно, пока тоже не могу решить. Нравится, не нравится. Так вроде удобно. Все, все как бы летает. Все хорошо. То есть, как будто ты просто встала утром с постели и пошла до работы. И ничего не надо делать. Просто вот и все. Не, ну, белье надеть все-таки надо. Советую. А потом уже поезжала на работу. Не, ну, круто. И расцветка прикольная. На самом деле, не знаю. Вот, может быть, просто надо, чтобы глаз привык к такому. И потом будем каждый день ходить. Ну, рукав, конечно, длинноват для лета. Вот мне лично длинноват, конечно. Мне все четко. Но для там плюсайз, кто прячет руки там, то они, наоборот, ищут такие рукава, потому что это редкость. Они либо длинные, либо вот такие короткие. Так что если вы ищете вот такие как раз длинные свободные рукава, то есть не длинные, а средние, то вот это хорошо. Но она стопроцентная синтетика, поэтому как вот в жару, под солнцем это себя поведет, как бы, ну, но она такая полностью свободная. То есть, видите, в рукавах, груди, в бедрах, то есть вообще. Ну, это на тебе свободная, а на мне, в принципе, тык-втык. Ну, буквально там чуть-чуть где-то свободненько, не скажу, что прям все облегает, как сосиску. Но, тем не менее, хочется вот мне лично, может быть, что ты, как у тебя, посвободнее, чтобы было. Ну, в общем-то, оно и должно быть таким. То есть это такое платье размахайка, то есть оно должно быть свободным. Некоторые даже люди себе там на два размера больше покупают специально, чтобы вот оно совсем было огромное. Просто я со своим ростом 180, еще вот в таком платье, я уже мерила такое один раз платье, это очень смешно. Тетенька 180 сантиметров вот в таком платье, так что... Ну, девчонки, обязательно напишите, как вам данное платье. А то мы что носить будем. Если вы нам напишите, что вы просто, вы шикарны в этом платье, вообще вам очень идет, то мы так уж быть оденем как-нибудь. Да, Даша? Да. А теперь, кстати, мы на это платьишко еще кое-что добавим. А что добавим, вы узнаете дальше. Да-да-да. Опа! А что это у нас лавандового цвета? Наш любимый цвет с Дашей. Это просто. Мы фанаты. Фанаты лаванды. Мы психопаты. Лавандовые психопаты. Нет, я очень давно искала что-то на шине лавандового цвета, но в основном там не бывает. В моих размерах какашки такие. Зря сказала, да? Не надо, не надо. Они хорошие, хорошие. Они хорошие, да. В общем, давно искала такого лавандового цвета что-либо, а тут Ульяна мне присылает, когда мы с ней выбирали, обсуждали. Что ты мне прислала? Да, это джинсовая курточка. Она была трех шикарных ярких цветов. Насколько я помню, еще был коралловый, шикарный. И был, я не знаю, желтый или какой, вот лавандовый, коралловый, еще третий или зеленый, но они все очень яркие. И мы, я такая думаю, коралловый, ну сколько можно лавандового? У меня уже как бы в принципе в гардеробе, ну так немного, но есть. И я как бы говорю, Даша, ну одинаковые куртки, но разного цвета. Я говорю, какой ты хочешь, ну лавандовый я, лавандовый. Ну тогда берем одинаковые. Вот так мы их и взяли. Размер у меня также 4XL. Опачки, а у меня 1XL. Да, мы все смотрели по параметрам изделия, которые там были написаны, читали немножко отзывы, кому там что подошло. Но там отзывы такие, что ничего не понятно иногда бывает. Это не только там, это на всех сайтах, когда что-то покупаешь, одна пишет, это маломерка на два размера, другая, это большемерка, я из нее вылетела просто. Вот как покупать? Смотрите нас, мы-то точно скажем, как оно есть. Мы и скажем, и покажем. Все, открываем. Тут. Ау. О, какой цвет, какой лифт. Я еще не успела распаковать. Какой цвет, ребятки. Офигеть. О, ну она такая, ну большая. Ну в принципе я и хотела, чтобы она была не ваптигонистая такая, прям скажем. Вау. Слушайте, ну она же красивая. Она даже тянется. Пуговки, между прочим, тоже очень прикольные, матовые, серебристые. Ну не золото всякое фигнявое. Очень симпатичные, очень. Ну круто, Дашунь, скажи. Блин, вообще шикарно. Мне нравится. Ну на вид, ребят, ну джинсовая куртка, судя по тому, что она немножко тянется, естественно с синтетикой, да. Ну у меня вот эта тоже, как бы, куртка, ну похоже, наверное, на эту ткань, она тоже тянется. Но я вам хочу сказать, стоила она намного, намного дороже этой, даже на распродаже. Так что, а ткань похожа. Ну здесь ткань, в принципе, хорошая в плане того, что есть вот такие тянущиеся моменты, даже в плане рук. Особенно меня интересует этот момент. Она тоже сильно тянется, тянется. Ниточки уже торчат, но это как бы мелочи. В джинсовках, вообще в джинсовых вещах, ниточки торчат, это как бы нормально даже для дорогущих брендов, потому что это джинсовая ткань. Она, естественно, везде где-то додолезет. Ну блин, обхваты тут реально большие. То есть я уже вижу, что сто процентно мне будет даже свободно, я предполагаю. И главное, что она не очень короткая. Когда мы заказали, я говорю, Даш, слушай, по-моему она какая-то очень короткая, не будет ли она по талию? Но сейчас я вижу, что в принципе она стандартная, совершенно не короткая, потому что, ну как бы вот... Нет, цвет вообще бомба. Цвет лаванды. Будет ли длиннее моей? Шикарно, симпатично. Мне очень нравится. Я уже очень хочу пролить. Я очень хочу. Поехали мерить. Все, ребятки, в следующий раз вы нас увидите в шикарном. В шикарном. А в каком, мы не скажем. Субтитры сделал DimaTorzok Девчонки, джинсовая куртка просто бомба. Во-первых, она везде, ну стопудово застегнется и мне, и Ульяне. Это один плюс. Цвет просто, посмотрите, какой шикарный цвет. И не надо говорить, идет он нам или не идет. Нам уже все идет. Не пишите нам. Мы очень его любим, и нам он идет. Все. А по длине, я думала, оно будет где-то вот посюда, то есть прям покороче. А тут его можно носить даже, в принципе, с футболкой, любой другой. То есть идеально сидит, все идеально тянется. Единственное, у меня вот так, видите, немножко рукава длинноватые, но их можно загнуть. Ничего страшного тут нету. А у меня в кои-то веки, наконец-то, нормальные рукава. Люди, китайцы, шиин. Особая благодарность. Наконец-то на высокий рост. Ну понимаете, ну реально на 180. Плюс у меня руки достаточно длинные. У меня всегда проблемы с рукавами везде, во всех куртках, в пуховиках. То есть неважно, там хоть какой размер я буду покупать, хоть на два больше своего, рукав может быть мне короток. А здесь вообще идеально. Ну то есть вообще, слушайте, я просто удивлена. Я думала, что буду подворачивать. Ну и потом я уже привыкла, что ну чуть-чуть куцый рукавчик. Ну что делать, рост 180. Но здесь вообще шиин просто реально особая благодарность за то, что стали шить на высокий рост. И там, в принципе, можно, может быть, в скором времени джинсы даже купить можно будет. Да, джинсы я искала на себя. Это достаточно проблематично по обхватам. То есть я немножко побаиваюсь. Но меня многие девочки просили. Возможно, в ближайшем будущем все-таки мы рискнем. Да, джинсы. Именно чисто джинсы разные. Какие-нибудь джинсы закажем, посмотрим. Все-таки, если это на мне сядет, будет бомба. Вот просто будет бомба. Если не сядет, что-то не пойдет, ну, значит, не судьба. Ну что, значит, убережем вас от просто траты денег на ненужные вещи. Вы посмотрите, скажете, а, нет, я такая же, как Даша. Значит, мне не пойдет. Либо у меня, допустим, мне будут они дико малы по росту. И все. Значит, это как бы не наша история. А вдруг прокатит. Там столько, кстати, классных джинсиков чисто по фасонам, по моделям. Так что вот, на будущее. Красотки, если вам понравился формат нашего видео, большой размер и размер поменьше, то обязательно напишите об этом в комментарии. Я обязательно повторю это видео с Ульяной еще раз. Побольше, побольше. Мы так любим читать ваши комментарии. А вы вот как-то пишите побольше. Можно по три, по четыре комментарии писать. По десять, по двадцать. Мы все читаем, не переживайте. Обязательно читаем. Можно даже сделать тег «Ульяна, вернись». Почему нет? Ну, я на это не надеюсь, конечно. Тайно, конечно, надеюсь. Но я вам об этом не скажу. Сделаем тег «Ульяна, вернись». Обязательно напишите в комментариях «Ульяна, вернись». И она вернется ко мне на YouTube-канал. Как Карлсон. Как Карлсон. Обязательно. Все, мы всех целуем. Ну что ж, красотки, спасибо большое, что вы были с нами сегодня. Не забудьте нам поставить пальчик вверх, подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить ни одно мое видео. Мы всех вас целуем. Обожаем. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok